Молодые супруги. Они воспроизводят художественные шедевры цветными нитками и гвоздями. Александр Брайт рассмотрел вблизи, как это делается. Дома в семье Бакумовых идиллия. Вместо того, чтобы мотать мужу нервы, жена мотает нитки в творческом порыве. Процесс этот явно не для слабонервных. Я бы уже, наверное, раз 20 психанул и разбил бы это всё. Как вы вот такой стрессоустойчивой стали? Иногда реально хочется бросить. Но когда уже что-то вырисовывается, и когда я вижу конечный результат, такой прилив эндорфинов. Чтобы показать рождение картины с нуля, воспользуемся ускоренным видео. Разноцветные нитки одна за другой наматываются на гвозди. Получаются ремейки портретов кисти Вермера, Рассетти, Да Винчи. Три года назад пара вдохновилась, увидев чёрно-белые ниточные картины. Андрей, дипломированный математик, решил, что может вывести формулу, по которой такие картины можно будет делать цветными. Захотелось как-то соединить красоту искусства и красоту математики. Например, что может быть красивее, чем теоремы Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Красота. Но красота не давалась быстро. На логарифмы и тангенцы Андрей потратил целых два года. Результат хранит в строжайшем секрете. Но даже когда формула была готова, воплотить её сразу не удалось. Первый блин вышел запутанный. Конечно, было большое разочарование. Я вижу Эйнштейна. Вы видите, но мало кто ещё сможет это увидеть. Зато теперь ниточные картины создаются быстро. Конечно, скорость зависит от вдохновения. Когда оно есть... Без остановок, нон-стоп, ни на что не отвлекаешься и шарашишь полтора-два дня. Но я спала. На одну такую работу уходит около четырёх километров ниток. Они берёт только самые качественные. Да, я понимаю, что 650 рублей за такую пятюльку, ну как бы, дороговато. Но им искусство важнее денег. Благодаря соцсетям работами уже заинтересовались выставочные галереи в Москве, Нью-Йорке и Торонто. Они признаются, что хочет встать в один ряд с великими. Энди Уорхол, Малевич и... И дальше вы. И мы. Наша ниша – это портреты. Поэтому мы будем долбить в эту точку. Гордятся, что подышали одним воздухом с потенциально легендарными художниками. Александр Брайт и Артем Ласточкин. Новости пятницы. Берём паузу. Потом будем праздновать день рождения Хичкока и дрожать от ужаса. Поэтому присоединяйтесь, будем дрожать вместе. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»